Учение о спасении. Вообще, учение о спасении – это средоточие библейского богословия. Давайте посмотрим, как Витнес-Ли об этом говорит. Мы говорили о том, что Бог изначально сотворил человека нейтральным, и что когда он дал человеку свободу выбора, свободу воли в этом вопросе, он поступил так вовсе не из уважения к принципу свободы воли. У него были какие-то другие мотивы. Давайте посмотрим на то, как Витнес-Ли об этом говорит. Витнес-Ли говорит о том, что на самом деле Бог руководствовался двумя важными предпосылками. У него были две важные цели. Первое. Божье намерение с положительной стороны состоит в том, чтобы выразить себя через совокупного человека, то есть через все человечество, которое провиденциально было представлено в Адаме, а с отрицательной стороны в том, чтобы через этого совокупного человека расправиться со своим врагом сатаной. То есть Бог сотворил человека нейтральным для того, чтобы достичь двух своих целей. Во-первых, выразить самого себя, и мы с вами потом увидим, что это было необходимо самому Богу для полноты его развития. А во-вторых, потому что у Бога был некий враг сатана, и ему необходимо было с ним расправиться. Бог воспользовался Адамом для того, чтобы решить обе эти проблемы. Человек здесь выступает в роли инструмента, в роли действующей силы. Но вот мы об этом как раз и поговорим через несколько минут. Итак, проблема в том, что к моменту сотворения человека земля уже каким-то образом оказалась под властью сатаны. И Бог использовал человека, чтобы решить эту проблему. Замысел Бога выразить себя, но осуществлению этого божьего замысла сильно помешал враг Божий. У Бога есть враг в этой вселенной и на этой земле, и эта земля была незаконно захвачена из рук Бога, похищена у Бога. Поэтому Бог должен был сотворить человека, чтобы расправиться со своим врагом. Он должен был сотворить человека, чтобы расправиться со своим врагом. Бог дал Адаму власть для того, чтобы он владычествовал над землей, и особенно, чтобы он владычествовал над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. В данном случае подразумевается, что враг Божий воплощен в гадах. Бог наделил человека своей властью с тем, чтобы человек обладал не только силой, но и властью править всей землей и покорить ее. Это означало, что земля уже находилась в состоянии бунта, и что эту взбунтовавшуюся землю необходимо было покорить. Ну, как вы сами понимаете, это все чисто фантазия, а в Писании подтверждения этому естества нет. И вот тут как раз и возникает совершенно замечательный вопрос. Если Бог на самом деле создал человека для того, чтобы покорить всю землю, для того, чтобы победить сатану, зачем он создал человека нейтральным? Он должен был, по идее, создать человека праведным и вообще как можно больше похожим на себя, насколько это возможно. Но тут возникает вот какой момент. Дело в том, что человек по своей человеческой природе мог бы победить земное творение. То есть, он мог бы потоптать гадов, выгнать сатану из других каких-то творений, подчинить их воле своей. Но вот этого общего врага, сатану, который где-то во вселенной витает, человек победить не мог. Он для него слишком велик. И вот тут как раз и объясняется, зачем же Бог наконец все-таки создал человека нейтральным. У Витнеса Ли есть такая идея, такая концепция, которая кочует из одной книги в другую. Есть даже специальная брошюра, которую он написал, называется «Человек и два дерева». И вот в этой брошюре он пишет следующее. «Если мышь свободно бегает по дому, хозяину довольно-таки трудно поймать ее. Но если он поставил ловушку с приманкой, мышь непременно захочет достать ее. Сначала она думает, что ей удалось достать приманку, но когда становится уже слишком поздно, она понимает, что попалась в ловушку. Вот тут-то хозяин дома без труда может ее уничтожить». Точно так же Адам стал ловушкой для сатаны. Наживкой для сатаны. То есть, иными словами, нейтральность человека нужна была Богу за тем, чтобы решить не только земные проблемы, но и поймать сатану в ловушку. Как это произошло, вот мы с вами об этом почитаем. Дело в том, что когда сатана вселился в плоть человека, он оказался в западне. Оттуда уже никуда не денешься. Он воплотился, все, теперь с ним можно что-то делать. Сатана оказался на крючке. И Бог перешел к решительным действиям. Когда Бог во Христе воплотился на земле, он воплотился не в святого и безгрешного человека, а в человека, воплоти которого жил сатана. И это принципиально важно для объяснения всего, что происходит дальше. И здесь Ли делает оговорку, которая кажется ему очень существенной. Он пишет. Когда Бог уплотился в человека, тот человек, в которого он облачился, был человек, развращенный сатаной. Грех был в развращенном человеке, но не было греха в Господе нашем Иисусе Христе. Было только подобие плоти греховной. И вот здесь возникает у меня в голове такая странная картина. Каким образом Христос одновременно мог иметь тело с грехом внутри, с сатаной внутри, и только подобие греховной плоти. Мне кажется, что Витнес-Ли сам не до конца понимает, о чем он говорит. В его представлении Христос это как некая матрешка. То есть есть человек, в теле которого живет сатана, и в нем совершенно независимо от внешнего человека присутствует Христос, к которому все это не имеет никакого отношения. То есть человек грешный сам по себе, Христос живущий в нем сам по себе. Что опять-таки очень сильно напоминает одну из древних ересей церкви, которая была осуждена на вселенских соборах. Судя по всему, Витнес-Ли сам понимает, что он зашел в некий логический тупик, потому что буквально тут же он прибегает к спасительному объяснению. Объяснению в кавычках. Все это довольно трудно для понимания, это поистине сложный вопрос. Как бы то ни было, Витнес-Ли утверждает, что Бог взял этого человека с сатаной внутри и привел его на крест. И когда на кресте человек Христос Иисус умер, умерла его человеческая плоть, в которой был воплощен сатана. Вместе с телом сатана умер. И когда Христос воскрес из мертвых, он воскрес уже в теле, в котором сатаны не было. То есть, Христос не просто победил сатану в каком-то образном смысле. Он на самом деле физически в своем теле его уничтожил. Он его убил своим крестом. Вот что пишет об этом Витнес-Ли. «Человек был ловушкой, и дьявол попался в нее. Через воплощение Бог облачился в раскленного человека и предал его смерти на кресте. Одновременно смерти был предан и сатана, находящийся в падшем человеке. Таким образом, именно через смертное кресте Христос уничтожил дьявола». Возникает вопрос, если Христос уничтожил дьявола в своей конкретной плоти, какое отношение теперь это имеет ко всем нам? На это Витнес-Ли дает два ответа. Во-первых, как он говорит, каждый человек воплощает в себе едва ли не весь тварный мир. То есть каждый человек – это совокупный человек, который каким-то непостижимым образом является воплощением, отражением, выражением всего остального, что Бог создал, по крайней мере, всего человечества. И поэтому, когда Христос, человек, на кресте умер, то с ним каким-то непостижимым образом умерли и все остальные. Но, тем не менее, смерть сатаны в оплоти других людей автоматически не происходит. Витнес-Ли говорит о том, что мы должны верой приложить крест Христов к нашей плоти. И когда мы это делаем, то есть когда мы верим, что Христос умер за наши грехи и убил сатану, то сатана в нашей плоти тоже умирает. Но у нас он умирает не совсем. Если мы позволяем, как он пишет, в своей плоти вновь ускользнуть с крючка, то сатана в нашей плоти снова оживает. То есть он в такой литургический сон впадает и потом, значит, просыпается снова. Витнес-Ли пишет об этом так. Теперь посредством воскресения Господь находится в нас. И с этого момента наша забота и обязанность не пытаться делать что-то доброе. Добро только ослепит и обманет нас. Нам следует просто следовать за Господом и применять крест к своей плоти. Два слова по поводу учения о возрождении. Витнес-Ли говорит о том, что возрождение, то самое возрождение, в котором нуждался еще и Адам до своего грехопадения, предполагает, что божественная жизнь или божественный элемент, как он его называет, вошел в самое сердце наше, в самую внутренность нашу и слился с нашим духом. То есть он внутри нас неразрывно поселился. В нас вошла жизнь, как он пишет, которая дала нам новое начало существа и нового рода. Однако, в отличие от библейского понимания возрождения, которое происходит мгновенно, то есть как человек появляется на свет мгновенно, так и мы в Боге рождаемся мгновенно. То есть мы стали новой тварью, как пишет об этом апостол Павел. Для Уитнес-Ли это возрождение представляет собой органический процесс, который включает в себя не только проникновение жизни внутри нас, но еще и полное изменение человеческой природы, вплоть до момента, когда мы становимся окончательно подобны Богу-человеку. То есть возрождение – это процесс, который занимает всю человеческую жизнь, по сути. То есть длится очень долго. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Ключевое понятие в этом вопросе, которое Уитнес-Ли постоянно использует, это понятие «слияние». Он говорит о том, что Бог изначально хотел слиться с человеком, и, наконец, когда Христос входит в человека, как пневматический Христос, как Дух Святой, это слияние окончательно происходит. Что такое это слияние? Дух, пневматический Христос – это Дух, и наш Дух – это тоже Дух. И поэтому в нашем теле эти два Духа, они сливаются вместе, становясь чем-то одним целым. Витнес-Ли постоянно прибегает к каким-то пищевым аналогиям из мира продуктов, для того, чтобы это объяснить. Он говорит, когда мы берем муку и смешиваем ее с маслом, у нас получается нечто такое однородное. Но при этом это не сливается до полного безразличия, а как бы вот у нас такая мука с маслом получается. На самом деле он не совсем прав, потому что в действительности получается тесто. И боди потом раздели муку и масло из того, что там получилось. И, по всей видимости, сам Витнес-Ли понимает, что слияние в его варианте, оно заходит гораздо дальше, чем некое такое видимое слияние, потому что он использует еще один образ, который гораздо более примечательен. Он пишет, «Мы один дух с Господом, но это единство есть результат безусловного слияния со Святым Духом. При таком слиянии воедино затруднительно сказать, где Святой Дух, а где Дух Человеческий. Эти два духа слились воедино. Иногда мы приготовляем напиток, смешивая сок ананаса и грейпфрута. Когда мы их перемешали, трудно сказать, какой это сок – ананаса или грейпфрута. Мы должны были бы это назвать ананасно-грейпфрутным соком». То есть вот то самое, о чем мы с вами говорили вначале. Вот эта внутренность наша, эта интуиция, эта природа Бога, которая подсказывает нам правильность и неправильность всех попыток, представляет собой неразрывное смешение нашего Духа с Духом Божьим до полного неразличения. То есть мы сами уже не можем сказать, где кончается Дух Человеческий и начинается Дух Божий. И вопрос тогда, вот этот внутренний голос, кому же он тогда все-таки в конечном итоге принадлежит. Витнес Ли заранее считает, что это голос Божий, это всегда истинный голос, который нас ведет к правильным поступкам. Но мне кажется, при таком раскладе на это полагаться, наверное, не стоит. Ну, даром, что сама эта идея, она абсолютно не библейская, абсолютно фантастическая. Дальше Витнес Ли пишет. Поскольку Христос сегодня является животворящим Духом, а у нас есть внутренний орган, Человеческий Дух, эти два Духа просто соединяются и сливаются, становясь одним Духом. Соединяющийся с Господом есть один Дух. Теперь мы имеем слитый Дух. Довольно трудно сказать, святой ли это Дух или человеческий Дух, потому что два Духа слиты воедино. Опять же, посмотрите на все это в такой большой перспективе. «Отец стал Сыном, Сын стал Духом, а Дух слился с нашим Духом». То есть теперь Бог – это не что-то отдельное от нас, это не что-то, существующее вовне нас. Дух слился с нами, с нашим Духом в нечто неразрывное, цельное. Христианин – это уже, по сути, Бога-человек в самом буквальном понимании этого смысла. То есть мы не можем даже сказать, где мы кончаемся и где Бог начинается. В нашем Духе все это перемешано на каком-то молекулярном, наверное, уровне. Теперь в своем воскресении Бог слит с человеком и человек слит с Богом. Таким образом, человек и Бог, Бог и человек – это одно. Вот то самое, чего Бог хотел добиться с самого начала, еще со времен Адама. Однако, когда Бог входит в наш Дух и сливается с Ним, на этом работа Бога в нас не заканчивается. Потому что у нас по-прежнему есть душа, которая мешает нам вот этой интуицией, мозжечком понимать то, что Бог хочет нам сказать. И у нас есть тело, в котором по-прежнему живет этот недобитый, находящийся в литургическом сне, сатана. Который, в общем, в любой момент может проснуться, если мы ему позволим. И поэтому Витнес Ли описывает процесс, который мы должны постоянно проходить, который должен в нас совершаться. Он знает, что христиане используют понятие освящения, но для него этот процесс имеет совершенно другое значение, другую суть. Он называет его пропитыванием. Пропитыванием. То есть, Дух, который вошел в наш Дух, он начинает пропитывать нас изнутри. Помните, да, сатана нас пропитывал снаружи, а Дух Святой начинает пропитывать нас изнутри. Сначала этот Дух пропитывает нашу душу. То есть, грубо говоря, приводит наше ум, волю и чувство в некое соответствие с тем, что он хочет нам сказать. А потом это переходит на нашу плоть, на наше тело. То есть, начинает влиять на наши дела. Но все начинается в Духе, опять же. Нам нужно начинать не с дел, не приспосабливать наши дела к какому-то Божьему закону, а наоборот начинать с Духа. То есть, мы погружаемся в себя, проникаем в свой Дух, находим там это слияние Духа Божьего с Духом человеческим, наслаждаемся им. И тогда само по себе начинает происходить вот это пропитывание. Здесь даже сложно сказать, где кончаемся мы, начинается Бог. Потому что если мы с вами не разделяем Дух и Душу, если мы не разделяем Дух и Душу, этот процесс невозможен. То есть, в данном случае Бог не способен нас пропитать, если мы с вами усиленно и настойчиво пытаемся жить жизнью души, жизнью тела. Если мы не используем нашу интуицию вместо нашего ума, воли и чувства. Как он предлагает это делать, мы немножко позже поговорим. Витнесли пишет, преобразование происходит путем преобразования нашего ума. Раньше наш разум был настроен на плоть, теперь мы должны изменить положение нашего разума, настроив его на Дух. То есть, получается, что в человеке Дух это такая прослойка, которая как бы между нашей плотью, в которой литургические сатана присутствуют, и нашим Духом, который слит с Духом Божьим. И вот на чью сторону встанет наша Душа, то так, собственно говоря, мы жить и будем. Поэтому задача человеческой работы, человеческого развития в том, чтобы душа наша настроилась на вот эту внутреннюю волну нашего Духа, слитого с Духом Божьим, и начала, значит, эта волна пропитывать нас изнутри. Витнесли говорит, результатом нашего спасения и божественной жизни Христа является преображение в силе божественной жизни от нашего тела уничижения. «Преображение нашего тела означает искупление нашего тела живущим в нас Духом». Опять же, слово «искупление» приобретает совершенно другое значение, хотя Витнесли понимает, что искупление и оправдание совершились на кресте юридическим путем, но, тем не менее, здесь он говорит об искуплении как о том самом пропитывании. То есть искупление совершилось не раз навсегда на Голговском кресте, а искупление нашего тела происходит сейчас за счет того, что Дух, слитый с нашим Духом, он пропитывает нас и подчиняет себе наше тело. Когда живущий Дух тщательно пропитывает нас, тогда наше тело будет искуплено пропитыванием нашего тела и есть его преображение. Вот это вот христианская жизнь по учению Витнесли. Продолжение следует... Продолжение следует...